здравствуйте дорогие телезрители с вами вновь книжный бум и я его ведущий татьяна соловьева наступил август почти закончилось лето но историй которыми я бы хотела с вами поделиться еще много сегодня мы обратимся к пяти книгам разных издательств абсолютно разные романы и повести надеюсь они придутся вам по вкусу и начнем мы пожалуй с исторического фанфика дочери мертвой империи издательство ripple classic порадует нас альтернативной историей о последней романовой я хочу особое внимание обратить на обрез этой книги он сделал не просто так в черно красном варианте потому что этот роман написан от имени двух главных героин вообще это история дружбы от ненависти к дружбе анастасия не погибла и бежит и она обращается за помощью к обычной девчонки которая ненавидит всю семью романовых но она вынуждена помогать потому что то пообещала ей бриллианты они ей нужны чтобы спасти свою семью начало положено но их преследует и теперь евгения вторая главная героиня она тоже понимает что ее убьют если их поймают и несмотря на ненависть и презрение они находят многое общего эта история подлинной дружбы а еще мне очень нравится что автор внимательно отнеслась к фактам и когда ты читаешь описание лесов ты погружаешься в наш мир такое чувство что человек жил здесь и понимает о чем он пишет отдельно в книге идет описание источников а еще читательский клуб сформировал вопросы для тех кто уже познакомился с романом а чтобы вы могли поиграть в квиз читайте этот роман и узнайте о подлинной дружбе книга на которую я хочу обратить ваше внимание выпущена издательством фантом пресс и просто так у меня здесь значочек маленького принца это моя любимая история великая сказка была впервые издана 75 лет назад история для детей для взрослых вы знаете да что мнение разделилась 50 процентов считала что это для детей 50 процентов что для взрослых и абсолютно все были уверены что эта история для них но тайна смерти антуан десан экзюпери она так и не раскрыта он просто исчез и на эту тему решил порассуждать мишель бюсси код 612 вы знаете прежде чем читать этот роман а точнее это даже не роман это квест вам нужно обязательно перечитать или прочитать заново маленького принца потому что эта книга написана не то что по следам но вдохновленная этим произведением здесь будут аллюзии на тему самого экзюпери маленького принца всех тех цитат которые мы знаем с вами наизусть здесь вроде бы и детектив но нет эта книга для настроения она не похожа на прошлый роман бюсси она другая тем она прекрасна прочитайте маленького принца вспомните что мы в ответе за всех кого приручили а этот роман прочитайте для того чтобы понять что экзюпери актуален и сейчас анна лукьянова это не лечится молодой российский автор и всего 20 лет эта повесть на 200 страниц изданная альпиной моя тезка и коллега таня соловьева удивительным образом умеет находить талантливых молодых писателей и я горжусь нашей дружбой и мне безумно приятно что эту книгу она мне подарила на выставке это история девочки которая живет в кирове в совершенном своем собственном мире она страдает от обсессивно компульсивного расстройства и не догадывается об этом у каждого из нас есть какие-то ну знаете такие ритуалы но в целом мы можем без них и жить а 17-летняя аня она представляет что если она чего-то не сделает то случится страшное страшное случится именно с ее семьей умрут погибнут но просто катастрофа и поэтому ей нужно постоянное движение нужно постоянно что-то делать она не понимает почему вы подумаете что эта книга полна трагедии нет она полна юмора острова классного такой самоиронии я обожаю произведения где автор может шутить над собой вообще может рассуждать о себе вот эта книга такая у меня для вас новость конечно же шокирующая роберт льюис стивенсон узнал правдивую историю эдварда хайда почему эта отсылка вы поймете прочитав роман и так я представляю вам новый абсолютно страшный готический детектив от автора аспекта дьявола крэй краса хайт я не рекомендую читать эту книгу перед сном во первых вы не сможете оторваться а во вторых вам будет много чего мерещится мы перемещаемся в эдинбург такой готический и главный герой он становится свидетелем жуткого убийства причем он не помнит об этом а здесь нужно сказать это очень важно что у главного героя есть такой дар или проклятие он никому об этом не рассказывает ну потому что страшно в этом признаться но у него постоянно случаются провалы в памяти он не помнит что происходило он не может различать порой мир грез и явь и главный вопрос является ли он убийцей замешан ли он в этом деле оторваться сложно рассел крейк отличается крутым описанием историческим причем описанием в этой книге потрясающий перевод и мы погружаемся в этот круговерть в мистику и в детектив наслаждайтесь вам понравится закончить сегодняшний выпуск я хочу потрясающей повестью джамбулата умарова это писатель причем народный писатель чеченской республики лауреат пушкинской премии обрек повесть о настоящем волке говорят истинный волк никогда не забывает добра но и не прощает зла эта книга о дружбе эта книга о мужестве это книга о гордом чеченском народе эта книга о том что своих не бросают эта повесть которую я рекомендую читать вместе со своими детьми здесь потрясающий иллюстративный материал он завораживает парень спасает волка от смерти и волк будет ему благодарен и спасет его семью как вы узнаете в повести а еще я хочу отдельно сказать что это произведение уже осенью она уже экранизирована а осенью мы сможем посмотреть его на экранах всей нашей страны четырех серийный фильм от продюсеров самого популярного и успешного проекта чебурашка читайте книгу смотрите фильм узнайте историю подлинной дружбы я татьяна соловьева издательство repo classic рекомендует в августе прочитать эти книги и пусть вашей жизни будет больше добрых историй и и и и и